Здравствуйте, меня зовут Заклинская Дарья, я сотрудник отдела экскурсионной и лекционной работы Государственного музея Востока, и я приглашаю вас на экскурсию по залам искусства Дальнего Востока. И начинаем мы с вами с зала Кореи. Обратите внимание на то, как устроен наш зал. Мы попытались оформить его в стиле традиционного корейского дома, поэтому он разделен у нас на половины, мужскую половину и женскую, потому что в традиционных домах на Дальнем Востоке, в том числе и в Корее, было привычно создавать однокомнатные пространства, фактически никак не разделенные внутри, стенками и перегородками. Для этого часто создавались искусственные перегородки, которые, естественно, можно было часто перемещать. Вот такими, например, являются ширмы. Изначально очень функциональный предмет, но вскоре, как вы можете видеть, ширмы стали настоящим предметом искусства. И здесь мы видим с вами ширму с видами провинции Квандон корейской. И корейская ширма, например, отличается от традиционной, типичной китайской или японской тем, что здесь мы с вами можем видеть настоящие натуральные сюжеты из корейской жизни и настоящие пейзажи. В отличие от китайского пейзажа, который всегда будет фантазийным. Ну и давайте с вами посмотрим, как строится в Дальневосточной живописи сам пейзаж, картина. Он строится не планами, пространство уходит не вглубь, а ярусами. И чем выше от нас находится объект, тем он от нас дальше. Обратите внимание, что живопись здесь монохромная, потому что на Дальнем Востоке считается, что именно черный цвет вмещает в себя все цвета этого мира. Потому что если действительно смешать все оттенки цветов, которые только есть, получится именно черный. Поэтому им можно изобразить все, от вод до горы, даже людей и неба. И кроме того, одним из важных элементов живописи на Дальнем Востоке, в том числе и в Корее, являются надписи. Мы видим здесь иероглифические надписи корейского варианта китайской письменности. И это названия тех мест, которые мы здесь видим. И они являются, безусловно, важной частью пейзажа. Но давайте с вами продолжим знакомство с традиционным корейским домом. Итак, мы вошли с вами на мужскую половину. Здесь представлены вещи, важные для корейских чиновников. Потому что, безусловно, вот такое количество предметов и важных предметов могли иметь у себя только янбаны. То есть привилегированное корейское сословие. Обратите внимание, например, на очки, которые вы видели. Они, безусловно, являются предметом, скорее, показателя привилегированности, нежели предметом необходимости. Веер здесь представленный также является очень важным предметом для корейского уважаемого человека. Потому что только складные веера могли носить янбаны, в то время как простые люди носили веера не складные, а в форме рыбьего плавника или листка растения. Кроме того, давайте познакомимся с традиционным корейским костюмом. Вот здесь представлен халат Теллен, который был взят в Китае, в династии Мин. Минский халат был взят за основу. Но, тем не менее, корейцы преобразили его. Во-первых, они выбрали именно черный цвет как основной. Хотя изначально каждый чиновник разного ранга имел право носить халат разного цвета. Но в итоге было решено взять черный и уже только знаки рангового отличия, хюнбэ так называемые, отражали яркость цветов корейских. И мы видим эти хюнбэ здесь как, опять же, наследие Китая. Потому что, безусловно, Корея была самостоятельной формально страной, но во многом зависела от Китайской империи на протяжении почти всей своей истории. И ранговую систему Корея также переняла из Китая. Поэтому гражданские чиновники и в Корее, и в Китае носили нашивки с изображением птиц. В то время как чиновники военные носили нашивки с изображением животных. И нашивки эти, как мы видим, были разного размера. Чаще всего спереди была нашивка чуть поменьше, сзади побольше. А производились такие нашивки женщинами из семей этих самых чиновников, янбанов. Поэтому, собственно, разнообразие в технике было не очень большим. Но и сама нашивка состояла чаще всего из шелковых нитей. А для того, чтобы создать, например, объем в месте перьев журавлейных, использовались бумажные жгутики, которые подкладывались под вот эти шелковые нити. Таким образом производились эти нашивки. Внизу мы видим условное изображение мировых вод океана и горы, где произрастает растение вечной жизни, вечной молодости. Ну и, собственно, цветок вот этого растения несут в своих клювах журавли. Это тоже такой очень важный символ традиционной Кореи. Помимо этого халата телен, одежда японского, ой, простите, корейского чиновника состояла также из шапочки Само, представленной здесь. Но если чиновник хотел выйти на прогулку в своей обычной повседневной одежде, он мог использовать другую шляпу хэннип. Давайте посмотрим на нее. Хэннип тоже необычная по своей форме шляпа. Да и вообще очень часто путешественники из других стран называли Корею страной диковинных шляп, потому что действительно очень много форм, фасонов и размеров этих шляп в Корее было представлено. Вот такая шляпа хэннип, она необычная. Мы видим, что она полупрозрачная, созданная из конского волоса, очень тонкого. И, конечно, она не защищает ни от холода, ни от дождя. Более того, от дождя необходимо защищать саму эту шляпу. Во время каких-то осадков нужно было носить специальный колпак, чтобы эта шляпа не повредилась. Ну и, кроме того, от ветра она тоже не защищает. Ее нужно саму придерживать, чтобы она не спадала с головы, потому что мы видим, что она очень узкая и надевается буквально на макушку. Поэтому стали использовать вот такие завязочки разного тоже размера и из разных материалов состоящих. Самые простые могли быть из дерева, более богатые, скажем так, украшенные. Могли быть из янтаря, кораллов и других драгоценных материалов, которые можно было только себе позволить. Ну и, наконец, эта шапочка была очень важна для корейцев в момент церемонии совершеннолетия, потому что именно эту шапочку дарили корейским детям в этот момент. До определенного момента, до этой церемонии, корейские мальчики и девочки носили длинные косы. И затем, как показатель того, что они выросли, они могут принимать самостоятельные решения, проводилась эта церемония, когда волосы скручивали наверх в пучок на темечке. И затем одевали вот эту шляпу, чтобы показать, что действительно кореец уже вырос. Итак, мы с вами перешли на условно женскую половину дома, поэтому нас здесь встречает, конечно же, большое количество украшений женских. Но давайте с вами сначала поговорим о традиционной женской одежде. Вот здесь представлена как раз эта юбка чхима и кофта короткая чогори. Вот это составляющие национальной корейской женской одежды ханбок. И, как вы видите, кофта действительно очень короткая, поэтому юбка фактически держится очень высоко. Ну и, конечно, корейские женщины очень любили себя украшать, хотя вот в повседневности они могли себе позволить только буквально контрастные цвета этого одеяния. Это действительно могло быть единым комплектом одежды, не обязательно, вернее, скорее, реже всего вы увидите ханбок одного цвета, чтобы была юбка и кофта. Поэтому вот такие контрастные цвета, но очень скромно, спокойно, буквально минимальное количество украшений. Зато праздничные и свадебные костюмы были вот так богато украшены. Мы видим здесь большое количество разноцветных лент. Сам по себе ханбок становится длиннее. И контрастная внешняя сторона и внутренняя сторона. Здесь мы видим светлое и красное внутри представлено. Необходимо было использовать не только украшения, конечно, которые любили все женщины, но и функциональные вещи, так как корейский ханбок, подобно японскому кимоно, не имел никаких карманов. И вот эти украшения норигэ, которые представлены здесь, служили в том числе не только для красоты, но и, мы видим, футляры представлены здесь. Можно было положить в эти футляры ухочистки, зубочистки или закрепить какие-нибудь небольшие флаконы с благовониями. Сами по себе норигэ представляют из себя такую небольшую деталь верхнюю, которая украшена символами благопожелательными. Чаще всего это иероглифы или изображения, например, летучих мышей, потому что по-китайски иероглиф фу означает как раз счастье и звучит почти так же, как фу, летучая мышь. И нижняя часть состояла из вот таких шелковых нитей и была длиннее верхней. Таким образом, еще раз подчеркивалась вот эта вот баланс и гармония верхней короткой половины и нижней длинной, как это было в ханбоке. И кроме того, помимо уха и зубочисток или, например, игол для иглотерапии, использовались еще и вот такие ножички, как представленном здесь украшении. Ножички эти служили не только для повседневных нужд, но и с течением истории очень часто они стали использоваться как предмет для самообороны. Особенно после войн с Японией это стало актуально, потому что женщины пытались тоже себя защищать, и этот ножичек стал символом чести, женской и непорочности. Очень часто такие ножички даже дарили в качестве свадебного подарка. Женская половина не только находилась дальше от входа, после мужской половины, но женщины также должны были сидеть практически все время дома, особенно привилегированным сословием. Поэтому, конечно же, все предметы, которые были необходимы женщине в повседневных своих нуждах, они предусматривались вот в таких шкафчиках, использовались небольшие столики для еды. Столик мы видим очень низкий, потому что в Корее, как и в Японии, в отличие, кстати, от Китая, с древних времен люди сидели очень часто на полу, стульев не было предусмотрено. И в Корее для того, чтобы как-то пол этот подогреть, была придумана система такого теплого пола, которое называется ондоль. И таким образом из зоны кухни по теплым трубам, по трубам, вернее, передавался теплый вот этот воздух, который позволял корейцам сидеть на полу в любое время года. Поэтому такие низкие столики, низкие в целом шкафчики и на мужской половине мы видели с вами, и на женской. Здесь представлена витрина керамики китайской и китайского фарфора. И обратите внимание, переход сделан очень мягко, потому что действительно в Китае, в отличие от Европы, фарфор не был открыт, это не было какое-то насильственное действие. В Китае фарфор появился, начиная с 4-5 века, это так называемый протофарфор, к 7 веку китайцы смогли создать настоящий фарфор, и дальше его только совершенствовали. Но от керамики они не отказывались, поэтому здесь представлена керамика и более поздних периодов, чем 7 век. И, как мы видим, керамика как раз достаточно простая. Это связано с тем, что примерно с 9 века в Китае начал распространяться, набирать обороты чань-буддизм, буддизм созерцательный. В Японии он известен как дзен-буддизм. И в созерцательности своей китайцы решили, что необходимо следовать за природой. Нужно смотреть, что создает природа, и чтобы природа всегда выступала соавтором в любых произведениях человека. Поэтому вот такого рода предметы стали появляться, как это блюдо под номером 16, абсолютно простое, созданное, тем не менее, как считали, говорили китайцы, в соавторстве с природой, потому что мы видим здесь вот это неаккуратное пятно, было поставлено мастером буквально за несколько секунд до того, как поставить это блюдо в печь. И уже сила ветра, его направление, то есть сама природа помогла принять этому пятну вот такую форму. Таким образом, китайцы говорят, что и природа, и человек выступили авторами этого блюда. Ну или, например, рыбки на блюде под номером 2. Мы видим этих рыбок не лежащими на этом блюде, а как будто бы находящимися под водой. Действительно, китайцы, которые первыми начали разводить рыбок, решили наблюдать и за ними. И вот такую картину они увидели, рыбки под толщей воды, и воспроизвели ее в этом блюде. Ну а китайский фарфор изначально был, конечно, довольно простым и, тем не менее, не менее прекрасным, чем более поздние вариации. Изначально он был белофонным с голубыми декором, голубыми орнаментами. Но, тем не менее, здесь мы видим с вами одно, один предмет, который отличается от остальных. Это чаша под номером 12. Она не белофонная, а желтофонная, да еще и с изображением драконов. Это предмет из императорского сервиза, и мы можем говорить об этом с уверенностью, именно потому, что желтый цвет являлся символом императора. Поэтому вещи желтого цвета, тем более фарфоровые вещи, могли принадлежать только императору и его семье. Ну и изображение драконов также являлось символом императора, поэтому данный предмет однозначно является частью императорского сервиза. Но затем в Китай пришли новые красители, поэтому фарфор стал сначала пятицветным, а затем и семицветным. Позже появились даже разные семейства, красное, зеленое и черное семейства фарфора. Вот здесь представлен уже фарфор более позднего периода, когда появляются различные семейства, в том числе, например, мы видим зеленое, черное и красное. И фарфор, естественно, становится более разнообразным по своей форме, по назначению. Появляются вот подобные такому сосуды для каких-то ритуальных напитков, это, например, сосуд для вина в форме как раз иероглифа фу «счастье». Ну и китайцы стали дарить предметы из фарфора друг другу в качестве благопожелательных символов. Например, вот здесь представлена ваза с изображением карпов. Карпы в Китае символизируют упорство, и их очень часто дарили тем людям, которые хотели создать себе карьеру, подняться по этой лестнице на поприще ученых. Потому что карпы – это одна из немногих рыб, которая плывет против течения, а не вдоль. То есть она преодолевает какие-то препятствия постоянно. Так и ученые в Китае, потому что, безусловно, наука была сложной, огромное количество иероглифов, которые нужно выучить, поэтому ученых сравнивали с карпами в их упорстве. Кроме того, под номером 12 представлена, например, чаша с изображением летучих мышей. Летучие мыши – это символ счастья, потому что, опять же, созвучно с иероглифом фу «счастье». И в Китае также любили изображать цветы, особенно сливу, сливу мэйхуа, которая представлена на этой вазе, вазе под номером 11, и многих других вазах. Чаще всего эти сливы изображались, веточки сливы изображались в качестве пожелания нового периода жизни, нового этапа в жизни. И очень часто эти вазы использовались для того, чтобы поставить в них, собственно, эту веточку сливы. Потому что считалось, что Новый год, а в Китае традиционно Новый год наступал фактически уже с пришествием весны, в конце января, начале февраля, Новый год наступает тогда, когда начинает свисти слива. Везде еще лежит снег, но вот эти цветочки слива начинают распускаться, и это знаменует новую пару, Новый год. Сливу называли одним из трех друзей холодной зимы, наряду с сосной и с бамбуком, которые также изображены на вот этой вазе вместе со сливой. В Китае, разумеется, создавали фарфор не только для внутреннего пользования, но и, безусловно, на экспорт. И по Великому шелковому пути доставляли в разные регионы, в том числе и в Европу. И европейцы очень скоро поняли, что действительно китайцы настоящие мастера в производстве фарфора и стали делать заказы. Вот одним из таких заказов являлась аптекарская банка, которая представлена здесь, под номером 10. И обратите внимание на то, что изображено на этой банке. Это двуглавый орел, который являлся символом, гербом России. Эта банка была изготовлена в Китае по заказу Петра Первого, ну и затем уже доставлена в Россию. В этой витрине представлена слоновая кость. Китайцы были настоящими мастерами изготовления предметов из этого материала. И наиболее интересным для европейцев были изделия подобного вида. Называются они просто шары в шаре, но в Европе их прозвали дьявольскими шарами, потому что европейцы никак не могли понять и разгадать секрет того, как же эти шары создаются. На самом деле они создаются из единого куска слоновой кости. Сначала вырезается главный большой шар, затем прорезаются насквозь до центра конусовидные прорези круглые. И уже по этим прорезям делаются остальные шары. Зачастую толщина внутренних шаров, которые крутятся абсолютно самостоятельно, достигает не более, чем лист бумаги. И самым филигранным считается исполнение шара диаметром в 15 см. В таком шаре могло помещаться до 42 более мелких шаров. Здесь представлены табакерки китайские из абсолютно разных материалов, из камней, из стекла. Но и выбиваются из этого ряда миниатюрных баночек, конечно, вот такие домики для сверчков из тыквы горлянки созданы. Тыква горлянка была популярным материалом на Дальнем Востоке. Из нее часто делали фляги для воды, потому что она вырастала примерно до размеров обычного кабачка. Но можно было вырастить и декоративные тыковки и создать из них вот такие прекрасные домики. Крышечки были чаще всего из черепашьего панциря, но если позволяли средства, потому что сами эти домики служили для сверчков богатых людей. Потому что, безусловно, богатые китайцы должны были тоже каким-то образом развлекаться, и они просили своих слуг, чтобы те ловили им сверчков. Сверчков сажали вот в такие баночки, чтобы их не повредить. Их, безусловно, кормили. Крышечки были с дырочками, чтобы поступал кислород. Ну а затем можно было устраивать сверчковые бои. И, конечно же, были пари, споры. Чей сверчок победит, тот мог загадывать желание, и это желание выполняли. Потому что сверчковые бои это было не только средство развлечения, но и даже способом решения некоторых, пусть и небольших, но вопросов, в том числе и политических. Мы находимся с вами в зале Японии. И для начала я хотела бы показать вам чашечки для чайной церемонии. Чайная церемония на Дальнем Востоке это очень важное занятие, фактически ритуал, который пришел в Японию, через Корею, через Китай от тибетских монахов. Изначально чайная церемония представляла из себя ритуал для достижения определенного состояния, медитации, чтобы затем монахи могли молиться как можно дольше, не отвлекаясь ни на что другое. Но затем чайная церемония стала более популярной среди широких слоев населения в Китае, а далее и пришла в Японию. В Японии чайная церемония приобрела особое значение. Для нее стали создавать определенную керамику, именно керамику, не фарфор. И эта керамика, как мы видим, довольно необычна. В Китае мы видели с вами прекрасный фарфор, богато украшенный. Японская керамика очень скромная. Зачастую даже созданная без использования гончарного круга. Поэтому она может быть несимметрична, неровная в чем-то. Но тем не менее, японцы свою керамику очень любят и ценят. Почему? Потому что в ней воплощается красота, которую называют ваби. И очень часто ваби сочетается с саби. То есть красота простого, безыскусного, в чем-то даже увядающего. И именно такая красота, простая, представлена вот в этих чашечках, тяванах. Обратите внимание на чашечку под номером 22. Она абсолютно черная, но сбоку у нее небольшой скол, который заполнен золотой пломбой. Действительно, именно таким образом в Японии ремонтировали эти чашечки. Они были недорогие сами по себе, но дорога была чашечка, у которой уже была какая-то история. Поэтому японцы старались подчеркнуть наличие, историю таких чашечек вот такими золотыми пломбами, чтобы было видно, что с этой чашечкой что-то произошло. Какая-то история за ней стоит. И поэтому очень быстро стали появляться вот такие чашечки, как под номером 6. Мы видим, что она полностью разбилась на довольно мелкие фрагменты, но затем опять же с помощью золота была скреплена вновь. Возможно, из нее уже не пили чай, но она оставалась очень важным предметом в японском доме или в японском чайном павильоне, как действительно показатель того, что вещи с историей присутствуют. Ну и важна эта историчность была и для того, чтобы показать, насколько важны для вас гости. Потому что, безусловно, это могли сделать не только хозяин и хозяйка дома, но также и те люди, которые были в гостях. Случайно уронить чашечку, она могла отколоться, разбиться, но вы в память об этом госте эту чашечку оставили, сохранили и даже отремонтировали. Ну и как такой апофеоз историчности в чайной церемонии, стали появляться вот такие сосуды. Мы видим здесь крокле, искусственно сделанное, то есть искусственно состаренная чаша. Мы с вами находимся у макета японского дома или японского чайного павильона. Разумеется, далеко не каждый среднестатистический японец мог позволить себе строить отдельный павильон для чайной церемонии. Но тем не менее, в целом эти павильоны не отличались от обычного японского дома. И здесь мы с вами видим основные предметы, которые использовались для чайной церемонии. Здесь хранился чай. Вот таким венчиком в чашечке он взбивался и затем разливался по кружечкам вот тем черпачком. Мы видим, что пространство довольно простое, аскетичное. Японцы, как и корейцы, также жили на полу, поэтому использовались вот такие коврики, которые, кстати, и являются мерой для японских домов. Вы никогда не услышите от японца, что у него дом или комната столько-то метров. Он скажет вам, сколько татами помещается в его доме или комнате. Татами это как раз вот такие коврики, они были созданы по человеческому росту, среднему человеческому росту, поэтому определяли как раз, сколько человек в том числе может поместиться вот в этом пространстве. Ну и в этом чайном павильоне мы также видим нишу, в которой находится свиток с иероглификой. Но в этой нише можно было, конечно, написать письмо или, опять же, создать подобный свиток. Но чаще всего такая ниша предназначалась для того, чтобы ставить в нее какие-то украшения. Дословно, оки-мона. Вещь, которую можно поставить. Вот в этой витрине представлены как раз-таки оки-мона. Мы видим, что они бывают абсолютно разных размеров, от достаточно крупных до совсем крошечных. И сюжеты, которые эти оки-мона воплощают, также бывают абсолютно разными. Вот здесь, например, традиционные сцены из японской жизни. Вот это синтоистский алтарь небольшой. Но также бывают и предметы из мифологии. Герои мифологические и благопожелательные символы. Японцы очень любили дарить друг другу вот такие небольшие фигурки в качестве благопожелания. Например, черепашка Минагаме один из излюбленных сюжетов для благопожеланий. Обратите внимание на хвост этой черепашки. Он такой, как будто огненный. На самом деле, Минагаме в переводе с японского означает «черепаха в соломенном плаще», потому что действительно похоже, что у нее такая накидка из водорослей. Считается, что подобные черепахи обитают в местах, где очень много водорослей. Эти черепахи живут достаточно долго, но и с течением жизни, конечно, на их панцирь такие водоросли налипают. Соответственно, чем длиннее хвост у такой черепахи, тем дольше она прожила. Ну и в качестве подарка эта черепаха знаменует пожелания долгих лет жизни. Здесь представлены нецки, одни из самых известных, наверное, символов Японии. Изначально это абсолютно функциональные вещи, потому что в японском кимоно, как и во многих дальневосточных одеждах, не было карманов. Кимоно, по сути, представляет из себя буквально халат, подвязанный поясом. Поэтому для того, чтобы носить с собой какие-то необходимые вещи, благовония, деньги и так далее, нужно было использовать дополнительные средства. Стали создавать вот такие сумочки. Чаще всего подобные сумочки носили именно мужчины. Женщины придумали хранить все необходимые вещи в длинных рукавах своего кимоно. А вот для мужчин все-таки стали создаваться подобного рода сумки. Но если вы привяжете такую сумочку, пусть и самую легкую, к поясу кимоно, конечно, пояс будет перевешивать, будет неудобно и некрасиво. Поэтому стали использовать нецки. Изначально очень простые кусочки дерева, камушки и так далее, которые служили противовесом для вот таких сумочек. Затем, конечно, это все приобрело уже вид настоящего искусства. Были мастера, которые специализировались на создании именно нецки, потому что это, безусловно, очень кропотливая работа. И сюжеты также были самые разнообразные. И герои японских мифов, и какие-то сценки из обычной жизни. Ну и одним из самых любимых для изображения у японцев был Дарума. Вот здесь мы видим несколько вариантов его изображения из разных материалов и разного вида. Здесь Дарума предстает нам в качестве действительно священника, коим он был, монаха. А вот здесь Дарума смешная новогодняя игрушка. Японцы очень любили этого монаха и с его помощью, с помощью вот таких игрушек, загадывали желание на Новый год. Здесь представлен один из главных экспонатов нашей японской коллекции. Это орел на пне. Это подарок японского императора на коронацию нашего последнего императора Николая II. И вся эта композиция является действительно единым подарком. То есть это орел из слоновой кости, его перья сделаны, макет деревянный. Сама композиция это пень сосны, который был разделен на несколько частей, для того, чтобы переместить его в Россию, но и затем собран вновь. И также ширма, представленная здесь, тоже является частью вот этой всей композиции. Безусловно, этот символ, этот орел носит огромное значение. И это символ императорской власти, символ твердости, неподкупности и в том числе быстроты и ответственности в принятии решений. Ширма тоже двойная. Задняя сторона представляет полеты птиц. И таким образом отделяет важное для нас пространство. Потому что с одной стороны, сзади мы не видим всю композицию, но тем не менее, как только мы заходим в зал, мы понимаем, что здесь очень важное пространство. оно приковывает к себе наше внимание. А вот с обратной стороны изображено бушующее море, которое очень характерно для того периода истории, который был в конце 19-го, в начале 20-го века. Итак, сегодня мы с вами говорили об искусстве стран Дальнего Востока, Кореи, Китая и Японии. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...